У начальника смены Уроша Скарлоника забот хоть отбавляй. Ежедневно три тысячи стиральных машин производят в цехах славянской компании «Горение». Еще пару лет назад объем производства был на тысячу машин меньше. На спрос недорогой бытовой техники кризис не повлиял, и важнейшим рынком сбыта этой продукции продолжает оставаться Европа. Это хорошо, все хотят стать частью Евросоюза. После вступления в ЕС у нас появилось больше возможностей, чем раньше. Вступлению Словении в Евросоюз в 2004 году такие экспортные компании, как «Горение», сыграли только на руку. А уже три года спустя в стране была введена в оборот общая европейская валюта евро. Но кризис не пощадил и этого нового члена ЕС. Зачастую банки, наполовину принадлежавшие государству, беспечно раздавали кредиты на недвижимость. Это стало катастрофой для страны с населением чуть более двух миллионов человек. Боюсь, что скоро ситуация у нас будет напоминать то, что происходит в Греции. И это тогда, когда второй по значению город Словении, Морибор, назван европейской культурной столицей года. Несмотря на такое событие, бюджет города был сокращен наполовину. А самим горожанам, когда нужда стучится в дверь, думать уже приходится не о высоком, а о насущных проблемах. Рядом с одним из рабочих районов на окраине города разбили своего рода парк. Участником этого оригинального проекта стал и Зоран Зобович. Цветы, плодово-ягодные, овощные растения. И польза, и удовольствие, и ответ на кризис. Садоводством здесь занимаются в основном пенсионеры, безработные и заводские рабочие. Для многих из них работа с землей в новинку. Четверть трудоспособного населения еще работает на фирмах. Они получают от 560 до 700 евро. И прямо скажем, без такого садика прожить на эти деньги очень трудно. Этих людей можно назвать художниками или мастерами по выживанию. Ведь именно из-за нехватки денег жители культурной столицы Европы были вынуждены заняться искусством садоводства. Да и нынешний кризис, переживаемый Морибором, уже не первый. 20 лет назад на крупнейшем комбинате бывшей Югославии работы лишились 8 тысяч человек. Производимые в Мориборе грузовики там оказались никому не нужными в Европе. Что и говорить, у производителя стиральных машин дела идут значительно лучше. Объемы экспорта растут, несмотря на кризис. Да и перспективы расширения производства в самой Словении неплохие. Компания возвращает производство на родину. Например, фабрика в Швеции, обеспечивающая рабочими местами 420 человек будет закрыта. А рабочие места будут созданы в самой Словении. Так что вполне возможно, что Словении все же удастся выстоять и в посткризисные времена.